Миномёт Действительно, так выглядит большинство миномётов. Но есть и сверхмощные образцы этого оружия, совсем не похожие на своих более миниатюрных собратьев. В 1967 году началась разработка невиданно мощного самоходного 240-мм миномёта «Тюльпан». В техническом задании было чётко указано, новый миномёт должен стрелять не только обычными, но и специальными боеприпасами. Кассетными, активно-реактивными и высокоточными минами. Но самое главное — ядерные мины с дальностью полёта до 18 километров. За основу «Тюльпана» взяли артиллерийскую часть буксируемого миномёта М-240, разработанного миномётным Королёвым Борисом Шавыриным. Для своего времени 240-й был отличным оружием. Заказчика, правительство, не устраивало в нём одно — низкая мобильность. Чтобы привести миномёт в боевое положение, требовалось не менее получаса, а чтобы покинуть позицию — около 20 минут. Для заряжания миномёта стволу нужно было придать горизонтальное положение. После этого открыть затвор, и лишь затем пять человек вручную поднимали тяжёлую мину и полотку досылали в ствол. На 2С4, такой номер получил «Тюльпан», всё это происходит автоматически. Заряжание можно производить с земли при помощи крана. Но быстрее это происходит, когда мины подаются в ствол и сбой укладки. Применён механический досылатель. Автоматизированы механизмы заряжания и наведения. Применение гидравлики и электрических приводов позволило увеличить скорострельность в три раза. Развернуть «Тюльпан» и покинуть позицию можно за считанные минуты. Артиллерийская часть «Тюльпана» установлена на шасси гусеничного минного заградителя. Получился, по сути, миномёт-танк. Высокая проходимость, манёвренность, плюс хорошая защита экипажа от радиации. Почти четверть метра. Таков диаметр мин «Тюльпана». Это оружие незаменимо при штурме особо укреплённых позиций и во время городских боёв, когда нужен только один, но ювелирно точный выстрел. Стреляет «Тюльпан» 130-килограммовой фугасной миной. Вес разрывного заряда ровно два пуда – 32 килограмма. Взрыватель имеет установки на мгновенное и замедленное действие. Заряд «Тюльпана» можно изменять. Чем больше пучков пороха в заряде, тем дальше улетает мина. На максимальном заряде она улетает почти на 10 километров. Кассетный боеприпас «Тюльпана» несёт в себе 24 осколочно-фугасные мины и одним выстрелом накрывает площадь четырёх футбольных полей. В конце 80-х годов для «Тюльпана» была разработана корректируемая мина «Смельчак». Стрельба «Смельчаком» производится так же, как и обычной миной, но цель подсвечивается лазерным лучом. Причём подсветка идёт не всё время полёта мины, а лишь когда она приближается к цели на небольшое расстояние. Время подсветки и, соответственно, коррекции не превышает трёх секунд. Противник просто не успевает поставить помеху «Смельчаку». В ходе боевых действий в Афганистане эти мины попадали в пещеры с душманами с первого выстрела. Без «Тюльпанов» не обошлось и в Чечне. Эти миномёты разрушали и хорошо укреплённые сооружения, и большие скопления бандитов, и точечные цели. Во многом благодаря умелым действиям миномётчиков удалось разрушить подступы к нефтеперерабатывающему заводу, превращённому боевиками в крепость. Солдатам-срочникам управляться с «Тюльпаном» непросто. На освоение самоходного миномёта у новобранцев уходит полгода в учебке и ещё полгода в части. Сейчас личный состав переходит на контрактную систему службы. Время освоить «Тюльпан» у профессионалов-солдат будет. «Тюльпан» – оружие по-настоящему уникальное. В послевоенный период ни одна страна в мире не принимала на вооружение таких мощных миномётов. Самый большой калибр натовских миномётов не превышает 120 миллиметров. Это в два раза меньше, чем у «Тюльпана». «Тюльпан» уже больше 30 лет, но увидать он не собирается. Время его цветения пройдёт ещё очень нескоро.